На Самара ГИС продолжается обновление студии. В течение этого времени программа событий будет выходить без ведущих. Сейчас идет установка нового оборудования, после чего канал перейдет на вещание более высокой четкости. Мы просим наших телезрителей набраться терпения. Мы работаем прежде всего для вас. Пока основная наша работа протекает не в эфире, за кадром. Но тем не менее мы делаем все для того, чтобы как можно быстрее завершить реконструкцию нашего павильона, нашей студии и совсем скоро порадуем вас новой качественной картинкой. Весь процесс займет менее двух недель, после чего зрители смогут увидеть обновленный Самара ГИС с новым вещанием и, как всегда, актуальными и интересными новостями. Школьников по осени считают. 123 тысячи детей в Самаре в этом году сели за парты. Вернулись в родные пенаты. В Самаре после ремонта открылась 46-я школа. Топовые российские блогеры и ведущий специалист IT-индустрии. В Самаре готовится провести самый масштабный фестиваль 404. Дворец культуры на площади Кирова будет закрыт на реконструкцию. До конца 2021 года такое решение приняли в Самарской мэрии после трагедии, разыгравшейся здесь на выходных. ЧП случилось 1 сентября после полудня. Со слов очевидцев, мальчишки играли на крыльце здания ДК. Взрослые делали замечания, но веселую компанию это не остановило. Десятилетний мальчик попытался забраться на колонну, зацепился руками о мраморную плиту и она упала прямо на ребенка. Внимание к колоннам не подходить. Опасно. Такие объявления со вчерашнего дня здесь появились повсюду. На каждой колонне со всех сторон. По несколько штук. До следственную проверку начали прокуратура и следственный комитет. Из-за трагедии в самом ДК отменились концерты всех творческих коллективов. Отменили и линейку, которая ежегодно проходит на площади. Однако родительский коллектив все же пришел к ДК, чтобы возложить цветы к фотографии погибшего мальчика и выразить сочувствие его родителям. Мы очень соболезны им в семье погибшего ребенка. Это большая трагедия, это горе для любой семьи. Дай бог им выдержать это, вынести этот груз. Мы пришли просто потому, что мы им сочувствуем соболезнования. Мы просто организовались и пришли сюда вот, возложить цветы. Инициативу подхватили и другие самарцы. Сегодня весь день они приходят сюда, ко дворцу Кирова, с символом памяти, красной гвоздикой. Здание ДК с 61-го года постройки является объектом культурного наследия. Его проблемами впервые начали заниматься еще семь лет назад. В Самарской мэрии делали все возможное, чтобы реконструкция дворца началась как можно скорее. Подготовили проектную документацию и готовы были начать реконструкцию. Необходимо было дождаться областного финансирования. Из-за статуса здания его реконструкция не под силу одному муниципалитету. К сожалению, в тот период времени из областного бюджета доля софинансирования так и не была обеспечена. Мы не смогли приступить к намеченным работам в тот период времени. Этим зданием постоянно занимались. В настоящее время из областного бюджета деньги на этот объект были найдены. И в настоящее время объект обеспечен финансовыми средствами в объеме 310 миллионов рублей на проведение как раз-таки вот этих ремонтно-реставрационных работ. Новый проект реставрации из СМЕТа уже отправлены на госэкспертизу. Ее закончат к середине сентября, после чего будут объявлены торги. С их помощью городские власти найдут компанию, которая непосредственно будет приводить здание в порядок. Пока же оно будет закрыто для посещения. Семья погибшего мальчика выражает соболезнования и поддержит материально. Похороны организуют за муниципальный счет. Прощание с мальчиком состоится уже завтра. Мария Левина, Инга Пеннер, Григорий Плешаков, Василий Кладошов. События. Первоклассники, учителя и родители. День знаний объединяет всех. В Самаре прошла торжественная линейка, посвященная началу учебного года. Детей поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Главный праздник осени прошел на ура. 2 сентября Струковский сад стал центром притяжения для самарских школьников. Дети подготовили для собравшихся яркую развлекательную программу. Среди почетных гостей, которых пригласили на линейку, были губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Я поздравляю вас, поздравляю замечательных педагогов 3-й гимназии, родителей, бабушек и дедушек. С днем знаний, с праздником вас! После торжественного открытия линейки губернатор присоединился к родителям. В этом году его дочь Алена Азарова пошла в 11-й класс. Ученица исполнила песню про школу перед несколькими сотнями сверстников. Старшеклассники, которым предстоит заканчивать школу в этом году, уже успели соскучиться по своим друзьям. Сейчас для них наступает ответственный момент. Впереди месяцы кропотливой работы и итоговые экзамены перед поступлением в ВУЗы. Безумно положительные эмоции, потому что и к этому мероприятию готовились очень долго. И уже 11-й класс, уже вся эйфория, что скоро все это заканчивается, и что уже выбираем институты, ВУЗы, готовимся. То есть работа полным ходом идет. По словам директора 3-й гимназии Светланы Ильиной, подобные праздники делают для того, чтобы сплотить родителей, педагогов и учеников. Благодаря Дню Знаний все люди объединяются в одну большую семью. Очень важно всем и ученикам, и учителям, и родителям быть единой семьей. Поэтому у нас есть вот такие мероприятия, как 1 сентября или успех года, когда мы всю семью собираем вместе. В новом учебном году в школы региона пойдут около 340 тысяч детей. Из них почти 39 тысяч первоклассников. До конца 2019 года в 117 образовательных учреждениях установят системы видеонаблюдения. Также в зданиях появятся новые противопожарные системы и кнопки экстренного вызова полиции. Детей из труднодоступных уголков региона будут перевозить на современных автобусах, оборудованных по последнему слову техники. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Сегодня состоялось долгожданное, торжественное открытие 46-й школы. Наша съемочная группа побывала на празднике. Сегодня я шагаю в первый класс. Игрушки все я подарил сестре. Теперь тетрадь, учебник на столе. Школа, школа, а мы скучали. Рады снова встречать с учителями. За парты сели несколько сотен ребят. Для них этот день особенный еще и потому, что возвращаются в родные стены. 46-я школа, как и обещали городские власти, открылась после двухлетнего перерыва к началу нового учебного сезона. На время, пока здесь проходил ремонт, учеников и преподавателей разделили по разным образовательным учреждениям. Несмотря на это, весь педагогический состав удалось сохранить полностью. На школьную линейку Лариса Дергунова привела двух своих детей. Во время ремонта они учились в разных местах. И вот настал момент возвращаться в родную школу. Говорит, ожидание того стоило. Это стоило того подождать, чтобы вернуться в такую красивую школу. Прежде чем ученики сели за парты, здание проинспектировала глава города Елена Лапушкина. А вы уже успели оборудовать? Все. 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 Спортивные, компьютеры, мебель все получили. По пожарной безопасности. Сразу после Елена Лапушкина поблагодарила всех причастных к новоселью и поздравила школьников с их праздником. Не могу не обойтись без слов благодарности. Но прежде всего нашему губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, потому что он как никто понимает, что такое закрытие школы в Октябрьском районе. И поэтому все средства на ремонт школы, на оборудование школы были предоставлены нам в полном объеме и в достаточно короткие сроки. Полтора года назад на встрече с родителями я лично пообещала им, что 1 сентября 2019 года эта школа будет открыта для учебного процесса. И я так рада, что это обещание было выполнено. Органы власти Самарской области сделали все возможное, чтобы ваш учебный процесс стал максимально комфортным и эффективным. 46-я школа преобразилась до неузнаваемости. Полностью поменяли фасад, окна, сделали внутреннюю отделку, адаптировали здания под людей с ограниченными возможностями здоровья. Сюда закупили новое современное оборудование, преобразили и площадку вокруг, убрали гаражи, что располагались по соседству. Теперь этот светлый дом снова готов выпускать из своих стен отличников и призеров различных соревнований. Для этого здесь созданы все условия. В первый раз в новый класс. Торжественная линейка в честь Дня знаний и открытия обновленного корпуса школы номер 7 прошла в Кошлев парке. Какие возможности открываются для школьников в новом здании, узнаем прямо сейчас. Галина Путинцева возглавляет учебное заведение «Четвертый год». Рассказывает, с каждым годом в школу идет все больше детей, и в ближайшем будущем ситуация не изменится. Поэтому было принято решение о строительстве нового корпуса. Я обратилась с инициативой в региональные и городские власти. И благодаря им, конечно, их поддержке, которые поняли мою проблему, я им очень благодарна за поддержку и помощь. У нас появился корпус номер 2. Новый корпус школы оборудован по высшему разряду. В каждом классе интерактивные доски, а в кабинете технологии – новейшие станки и швейное оборудование. В школе есть бассейн и большой актовый зал. Здание спроектировано таким образом, чтобы во внеурочное время можно было смотреть театральные постановки, посещать разные спортивные секции с отдельным входом и раздевалками. Уже сейчас мы планируем, что в следующем году еще будет больше первоклассников, поэтому нам корпус этот необходим. Вот средняя и старшая школа у нас переехала, и сегодня у нас радостное событие. В послании губернатора он обращал на это внимание убрать вот эти бумажные границы. И замысел был в том, что тот корпус, этот корпус, еще один корпус – это должна быть как одна единая система. Корпуса седьмой школы находятся в разных местах микрорайона, но это не создаст проблем для учащихся. Между ними будут курсировать современные школьные автобусы. Безопасность превыше всего. В Самаре в школе номер 29 в честь Дня знаний прошли открытые уроки. Один из них был посвящен безопасности. Дети узнали, как нужно вести себя в чрезвычайных ситуациях и с удовольствием изучили строение пожарной машины. Как быть, если все внезапно пошло не так, узнаем прямо сейчас. Алексей Мещеряков ведет свою дочку в первый класс. Рассказывает, что сильно волновался, когда готовил ребенка к первому сентября. Долго и тщательно подбирали платье, обувь и цветы. По словам Алексея, главное, чтобы ей понравилось в школе, и она приобретала новые знания. С трепетными чувствами, с чувством гордости какой-то и сознанием того, что у меня ребенок вырос и идет в первый класс. На торжественной линейке в честь Дня знаний школьники выступили со своими подготовленными номерами, в которых они могли продемонстрировать свои таланты. В скором времени многие из них уже закончат школу, и выбор будущей профессии не за горами. И одним словом, для вас, для всех найдется масса разных профессий и специальностей. Только учитесь, дерзайте. В школу пришли и сотрудники МЧС. Они провели урок безопасности, где рассказали детям, как вести себя в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Такие занятия будут проводить в течение всего учебного года. Никита Борисов, Мария Левина, Константин Головин. События. День знаний в одной из старейших школ Самары, 13-й, который носит имя героя СССР Федора Санчирова, начался торжественным концертом. В этом году в первый класс здесь пошли 60 детей. На торжественную линейку приехали первые лица города и области. Увидел счастливые лица первоклассников, родителей, учеников, учителей. Очень за них в этом смысле порадовался. Школа 13 – одна из самых старейших в городе. Одна из самых лучших своими традициями. Имя Федора Санчирова школу носит не просто так. Здесь создано несколько юноармейских отрядов, которые чтут память героев Великой Отечественной войны. Это гордость нашего района. Здесь у нас юноармейские отряды, самые многочисленные в Самарской области, которые принимают участие и в параде памяти, и в 9 мая в парадах, и во всех общественных мероприятиях. Учителя все замечательные у нас, поэтому школа замечательная, поэтому идем с радостью в школу. После линейки и первого звонка школьники, депутаты, учителя возложили цветы к бюсту Роженца Куйбышева, герою Советского Союза Федору Санчирову. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События. Еще один дом, который получил долгожданное преображение с помощью сил волонтеров по проекту TomSoyer Fest, стал особняк на Пионерской. В древолюционное время здание принадлежало семье депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Сегодня он вместе с семьей приехали на место, чтобы в прямом смысле слова прикоснуться к истории и поучаствовать в ремонте родового гнезда. Вооружившись инструментом и природным задором, на один день депутат Государственной Думы сменил душный кабинет на строительную площадку. После своего возвращения в регион Александр Хинштейн решил разобраться в истории своих корней и сделал запрос в областной архив. Как оказалось, с Самарой он связан гораздо сильнее, чем думал раньше. С ремонтом помогают единомышленники – дядя и троюрный брат Александр Шмелькин. Также звали и прадеда депутата, который жил в этом доме со своей семьей и был купцом первой гильдии. Такие предприниматели могли владеть фабриками и заводами. Все это похоже на съемки отличного кино. Почему вы кино? Потому что такие истории я встречал только в феномендах. И кого это, себя чувствовать героем какого-то фильма? Похоже на Том Сойера, на самом деле. Это работа, которой надо заниматься, для того, чтобы этот дом чувствовал себя лучше. Облагораживает особняк волонтеры Том Сойерфеста. Это фестиваль восстановления исторической среды. Сами самарцы обращаются к волонтерам либо лично, либо через соцсети. Координаторы осматривают дом, и если он нуждается в косметическом ремонте, например, в обновлении фасада, с радостью приходят на помощь. Ремонт делают на спонсорские средства. Сами жители ничего не платят. В этом году помогать реставраторам приезжали волонтеры из других городов и даже стран. Если немножко его почистить, под слоем пыли оказывается живое дерево, которому еще стоять и стоять. И дома такие могут жить, на самом деле, еще столетиями. Ощущение своей причастности к городу, к краю и совершенно другое восприятие того, что ты делаешь. И я многое, что делаю сегодня в Самаре, я как бы соизмеряю с памятью о своих предках. Это не первый особняк по проекту Tom Sawyer Fest, который поддерживает депутат. В этом году в порядок привели и дом на Садовой. Александр Хинштейн курирует федеральный проект «Историческая память», с помощью которого старые здания сохраняют свой раритетный вид. Работать в доме, который имеет отношение к своей собственной семье, еще ответственнее, признается политик. Сейчас здесь проживают шесть семей, а также заселена одна коммунальная квартира. Жители приготовили для неожиданных помощников сюрприз. В одной из беседок во внутреннем дворике они нашли старое фото. По предварительным данным, один из молодых людей на нем – родственник депутата. Да, похоже, это мой праздник. Вообще-то было бы очень интересно. Так исторические фестивали соединяют целые поколения людей. Каждый особняк в старом городе таит в себе загадки и человеческие судьбы, на которые Самарский край богат. Мария Левина, Константин Головин. События. Воскресенье 1 сентября, в день 80-летия с начала Второй мировой войны, в столице Республики Словения, Любляне, у памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на Словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, состоялось зажжение первого за последние десятилетия вечного огня в столице страны, члена ЕС и НАТО. Памятник, расположенный в Люблянском мемориальном парке, был открыт в 2016 году при участии президента России Владимира Путина и президента Словении Борута Пахара. Концепция памятника символична. Двумя полукругами расположены 8 стел из славянского мрамора, символизирующих годы Первой и Второй мировых войн. На каждой стеле летящий журавль. В 50 метрах от памятника расположен монумент участникам славянского антифашистского народно-освободительного движения. В числе делегаций от России был губернатор Самарской области, выступая на торжественной церемонии, Дмитрий Азаров поблагодарил славянскую сторону за бережное отношение к общей истории наших стран. Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь в торжественной церемонии зажжения негасимого пламени вечного огня. Зачастую в общих братских могилах лежат воины России и Словении. Наша общая история объединяет нас и сегодня. Предыдущими поколениями создана прочная основа нашего сотрудничества и поныне в гуманитарной, в экономической сфере. Наши страны связаны тысячами судеб людей. Теперь мемориальный комплекс дополнится вечным огнем, газовая горелка которого изготовлена в Самаре. Ее конструкция обеспечивает стабильную работу при самой неблагоприятной погоде. Помочь ее изготовить еще весной попросил чрезвычайный и полномочный посол из Словении Даку Завгаев. Губернатор Дмитрий Азаров согласился посодействовать. И вот вечный огонь зажжен. Он заработал от частички пламени горящего у могилы неизвестного солдата в Москве и был доставлен спецбортом в славянскую столицу. Виктория Шарея, События. Топовые российские блогеры, ведущие специалисты IT-индустрии, развлечения на любой вкус. В Самаре готовятся провести самый масштабный фестиваль 404. Я пообщался с организаторами креативного ивента и готов поделиться с вами подробностями. Фестиваль 404 – место, где можно получить знания по всем отраслям, связанным с интернетом. Его главная изюминка – атмосфера. Организаторы не хотят, чтобы событие превращалось в скучную и занудную конференцию, где люди просто сидят и слушают друг друга. По их словам, фестиваль 404 – как бурлящий океан событий, непрекращающаяся тусовка. В перерывах между прослушиваниями докладов люди смогут найти самые разнообразные развлечения в холле, секретные конкурсы и комнаты, где можно оторваться по полной программе. Главной фишкой первого дня станет автопати. Все участники соберутся в баре и смогут обсудить волнующие их вопросы в свободной форме и непринужденной обстановке, поговорить на любые темы со спикерами, спеть в караоке и зажечь на танцполе. Мы, конечно, стараемся привлекать больше медийных личностей. Например, в этом году мы позвали топ-блогера России – Вилсиком. Он занимает первое место по рейтингу блогеров. У него 8 миллионов подписчиков. Я думаю, людям будет интересно посмотреть. Организаторы уже заявили новую площадку – пятизвездочный отель в центре города. Это позволит вместить гораздо больше участников и спикеров, создать дополнительные секции. Например, секцию управления проектами, которая будет интересна всем проджект-менеджерам и владельцам бизнеса. А также секцию контроля качества, предназначенную для узкого круга специалистов из IT-сферы. Молодая команда готовится к фестивалю в уютном офисе, оборудованном по последнему слову техники. Здесь созданы все условия для плодотворной работы и комфортного отдыха. Это наш талисман и главный участник мероприятия «Зайцы не судьбы». Он присутствует на нашем мероприятии с самого основания. Тут сидят у нас ребята, которые, собственно, организуют фестиваль. Команда дизайна компании «Меркули Девелопмент». Ребята, которые готовят различного рода материалы, программу мероприятия, занимаются маркетингом, пиаром мероприятия. Главный герой – талисман фестиваля «Интернет-мем», которого оживили креативные дизайнеры. Они вдохновились работой неизвестного автора и сделали из черно-белого комикса «Зайцы не судьбы» целую серию новых мемов. Вот они, их очень много. Они нарисованы душой. Мастер, очевидно, начинающий. Вот примерно вот такие вот. «Завтра я брошу курить», говорит персонаж. И тут выскакивает хищный заяц, откусывает ему голову и кричит «Не судьба». Чтобы попасть на IT-ивент, необходимо купить билет на сайте фестиваля 404. Для зрителей нашего телеканала и читателей сайта «Самара ГИС» подготовили приятный сюрприз. При покупке необходимо воспользоваться специальным промокодом. Приходите все на фестиваль. Покупайте билеты с промокодом «ГИС» и до встречи на фесте. Ура! Стоит отметить, что фестиваль попал в поле зрения гуру российского дизайна Артемия Лебедева. Он считает, что гостям просто необходимо попасть на лекции отечественного урбаниста и видеоблогера Ильи Варламова, роскошную секцию дизайн-директора популярной поисковой системы Юрия Ветрова и двухдневную веб-секцию Максима Сальникова из норвежского офиса Microsoft и встретиться с советником губернатора Самарской области Денисом Картуновым. Напомним, фестиваль 404 пройдет в Самаре в начале осени. 14 и 15 сентября гостей приглашают на тематические секции в пятизвездочном отеле. Если вы хотите выиграть билеты, следите за новостями в наших социальных сетях. Совсем скоро мы объявим розыгрыш пригласительных. Анатолий Головко, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. Следственный комитет Самарской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления роллами в Самаре. Установлено, что с 1 по 23 августа сотрудники ресторана «Фарфор» в Самаре хранили, производили и продавали товар, не отвечающий требованиям безопасности. В связи с чем в период с 23 по 29 августа в больницы региона обратилось 63 человека с признаками пищевого отравления. В Самарской области разыскивают 13-летнюю Катю Хохлову. В субботу днем девочка ушла гулять, после чего пропала. Родственники пытались найти ее самостоятельно. Звонили ей на сотовую трубку. Сначала брали и молчали, а потом и вовсе перестали брать. На сообщения старшей сестры в соцсетях Катя ответила «ты все равно не знаешь, где я». При этом мама девочки беспокоится, что ответить на сообщения мог посторонний человек. Семья обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Екатерины, просят звонить по телефону мамы, указанному на экране, или по телефону 112. Клиенты авиакомпании «Уральские авиалинии» в субботу не смогли вовремя вылететь в Черногорию. Они провели 6 часов в аэропорту Курумач. Вылет самолета из Самары был назначен на 7.20. Однако из-за позднего прибытия лайнера 140 человек смогли отправиться в путь только в 13.34, пишут аргументы и факты. Во время ожидания пассажирам предоставили еду и напитки. НЛО над Самарской областью засняли подростки. Неопознанный летающий объект висел над поселком Западный рядом с Сызранью. Камера одного из детей запечатлела в ночном небе города непонятные огни, которые постоянно перемещались. Видео школьники выложили в сеть. Автор ролика эмоционально обсуждал увиденное с другом. В итоге ребята решили пойти домой, чтобы не стать жертвами опытов пришельцев. Осень в Самарской области начнется с прохладной погоды и дождей. В понедельник синоптики обещают приближение фронтального раздела к берегам Волги, что может вызвать небольшие осадки. Ночью на вторник и среду, 3 и 4 сентября, регион ждет переменная облачность без осадков. Столбик термометра опустится до 3-8 градусов со знаком «плюс», а днем температура поднимется до 15-20 градусов. До экватора недели в регионе будет сухо. Дождей не обещают. ТОТ «ПРОСПОДbel», что банков Gilley «ПАСПОДберг» «ПАСПОДберг» ТОМ-ЕВЛ АВПОДБЕ so if i rat have become a weapon threat. ТОМ-ЕВЛ АВПОДберг» ТОМ-ЕВЛ藤 ТОТ «ПАСПОДберг» ТОТ «ПАСПОДберг» ТОТ «ПаСПОДберг»